Героями его картин частенько становились жители сел Рясы и сады Агромакова Красный Яр. Простые труженики самых обыкновенных рязанских деревень. И между тем эти работы уже при жизни принесли художнику признание. Ведь на полотнах Виктора Иванова не просто сценки из жизни людей. В своих работах он затрагивает важнейшие вехи жизни человека. Фиксирует эпоху. Год своего юбилея художник решил приоткрыть завесу тайны и показал, как творится картина. Поэтапно. В этой необычной композиции наброски и эскизы, выполненные карандашом, углем или сепей. Всего две сотни рисунков. Большая часть взята из мастерской художника и зрители увидят их впервые. Дополняют выставку работы из галереи Виктора Иванова и земля Рязанская, которой в этом году исполняется 20 лет. Поздравить великого художника с юбилеем пришли многие. Вы наша гордость. Вы наше предстояние. Поклонников ваших талантов и миллионов людей. Как в нашей стране, так и за рубежом. Полотна Виктора Иванова с первого взгляда можно отличить от работ других авторов. Это своего рода живописная летопись жизни и рязанской земли и людей. На открытии выставки представители Российской академии художеств вручили Виктору Иванову орден заслужения искусству первой степени. В своем ответном слове Виктор Иванов рассказал о периоде в жизни, когда испытывал творческий кризис и чувствовал себя несостоявшимся художником. Тогда он принял решение вернуться на малую родину к матери и писать только то, что волнует сердце. И свое обещание выполнил. Создавал все только с любовью. Народ – соавтор твоих произведений. Не ты это создал. Тебе дарили облик человека, его состояние, его понимание добра и зла. Так что вот за все это я благодарен судьбе. Творчество Виктора Иванова изменило многое. Как отметил директор Рязанского художественного училища Василий Колдин, мастер оказал большое влияние на развитие художественной школы, начиная с самых азов и заканчивая вузами. Да и само его творчество уже школа. Гордится потому, что это его судьба в искусстве, но это полнейшее самопожертвование. У него вообще ничего нет, кроме творчества. И в этом способствовала ее семья, его покойная жена, которая приняла вот такой образ жизни. Все ради его творчества. Сегодня картины мастера украшают российские и зарубежные музеи. Работы мастера невольно наталкивают на мысли о роли русского искусства в мировой культуре. А размышления художника, запечатленные на полотнах, являются нашим наследием. Анастасия Антон, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Анастасия Антон, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».